Давайте покажу вам журналы. Вот повыше немножко поставила. Смотрите, я вообще не особо читаю журналы, я вам честно скажу. Но почему-то вот мне захотелось, я посмотрела на стенде мы, когда были в каком-то строительном магазине в нашем, и посмотрела на стенд с разными журналами, и мне захотелось вот эти несколько купить. Вот этот журнал называется Where Women Create, где женщины создают. И здесь, значит, несколько, ну много достаточно иллюстрированных статей о разных либо художницах, либо вот женщин, которые создают какие-то украшения и так далее. То есть вот люди, которые творят, и вот где они творят. Вот это вот Флорис, например, женщина. И вот показаны их, ну, Creative Space, то, что на английском называется. То есть вот это место творчества, то есть их студия или офис и так далее. Я очень люблю, у меня есть книга на эту тему, целая книга, изданная в Великобритании, которую я тоже, по-моему, в Кеннон-Бич я купила еще зимой. Вот, и я просто очень люблю, посмотрите. Потому что вот наше место, где, которое для нас, вот людей творческих, которые очень любят что-то все время придумывать и создавать, это место, оно должно быть просто, мне кажется, у каждого такого человека. И как другие художники, художницы обустраивают это свое место, что оно значит для них. Это, не знаю, это такая поддержка, это такое вдохновение. Посмотрите, вот это вот, например, женщина, которая шьет, да, вот это ее мастерская творческая. Ну, в общем, великолепный совершенно журнал, тоже на очень хорошей бумаге сделан, пожалуйста, это украшение. И, в общем, вот такие миллион всяких разных интересных вещиц и идей, как организовать свое место, как его сделать именно твоим. То есть, знаете, не вот эти вот глянцевые журналы, где все такое гламурное и все какое-то ужасно одинаковое. Меня как-то, не знаю, меня это все удручает, если честно. Я не люблю такое. А вот намного более индивидуальные, намного более, ну, индивидуальные, душевные, вот они душевные, вот эти места. То есть, ты уже знаешь, что ты, конечно же, ты не сделаешь вот так, потому что это она создала, это вот эта художница так. Потому что это из ее души прямо идет. И вот поэтому я люблю такие вещи. Потому что это рассказывает тебе... Это вот художница, которая рисует вот такие портреты детей и животных, которые совершенно как фотографии выглядят. Но это рисует она. Потому что это, не знаю, это как, знаете, какую-то сестру встретить. То есть, человек, который тебе близкий по духу. Близкий по духу человек, который тоже, вот смотрите, пожалуйста. Вот у нее стол, вот тумбочка, вот у нее диван. Вот. И у меня тоже что-то в этом духе, но по-своему. Но, кстати, у меня есть вот такая пара ножниц, как у нее. Вот эта вот золотистая такая в форме... Моя в форме птички. У нее, по-моему, просто золотистая ножница. А у меня такая в форме птица очень красивая. Ножнички маленькие для шитья есть. Ну, вот такой журнал. Это один. Вот этот журнал называется Flea Market Outdoors. Flea Market это блошиный рынок. Да, и это как бы то, что вы можете найти на блошином рынке или вот в этих же антикмоллах, которые... Они подороже, потому что они лучше организованы. Там все чистенькое продается и так далее. На Flea Market там можно найти... Это открытые обычно. Не обязательно бывают закрытые рынки. Но обычно там все это очень дешево. Копейки стоят. И, в общем, всякого барахла полно. Но как можно найти какие-то вот эти предметы, поддержанные, иногда старинные, иногда настоящий антик. И как их можно вот использовать в декорировании своего пространства. И в этом конкретном журнале это пространство вот на улице как бы вокруг дома. То есть, смотрите, что-то, допустим, из старых горшков. Вот какую-то фигуру создать. Или как сделать эту композицию и так далее. Ну, очень много здесь интересных идей. Я сейчас покажу вам что-нибудь, что мне особо в душу запало. Здесь очень такое все уютное. Вот смотрите, например, вот это. Посмотрите, какая прекрасная веранда, которую можно даже вот на даче у себя сделать. Вот цветущие кусты и повесить вот так, и поставить горшки какие-то. И папоротник тут же. И, пожалуйста, столик, и стульчики какие-то. Может, даже просто в разнобой. Мне кажется, это очень душевно. А не когда все одинаковое и какое-то такое прилизанное. Или вот здесь, посмотрите, мебель тоже старинная такая. И вот мне нравится, когда ее оставляют не отреставрированной, не очищенной, не отбеленной. А вот такой вот вместе, то, что называется патина, вот с налетом времени. И какие-то скамейки или кресла из прутиков мне очень нравятся. Вот папа мой делал раньше корзины из прутиков. Очень здорово. Если бы он сейчас такое делал, я думаю, до сих пор это было бы тоже очень интересно. Ну, в общем, масса-масса идей. Посмотрите. Вот просто даже не под крышей, а вот так. Как у нас у мамы тоже с папой. Там стол и диван прямо на улице под березой стоит. Вот тоже, пожалуйста, такие вот варианты. Мне очень нравятся. Но я еще не дошла. Я еще свое не обустроила пространство так, как я хотела. Но, по крайней мере, у меня есть какие-то журналы для вдохновения, чтобы, если вот у меня когда силы найдутся и временно это, чтобы что-то здесь подчеркнуть для себя. Вот такой журнал. Flea Market Outdoor. Вот этот журнал мне понравился своей. Тоже он очень красивый, очень красочный и очень-очень практичный. Вот он мне понравился своей практичностью. Называется Easy Herb Gardening. То есть, как просто выращивать вот разные травы в своем саду, в горшочках и так далее. Здесь приведены полезные свойства этих трав. Все у них описано. Как бы, ну, какие условия они любят, как их выращивать, как их применять, как их либо там засушивать, что с ними делать и так далее. Посмотрите. Вот ромашка, вот эта лекарственная, да, по-русски называется. Кэтнип, это мята. Кэтминт, это тоже, это разные виды мяты. Каравай ситц. Каравай, это даже не знаю, так, наверное, будет каравай по-русски. Календула. Вот они все различные эти растения. Алоэ, пожалуйста. Просто масса полезных советов. Вот как, например, делать масло из лаванды, как засушивать и в пакетики вот такие красивые, не пакетики даже, а мешочки вот такие складывать. И потом это можно хоть куда. Вот мыло как делать. Ну, чтобы аромат был приятный. В шкафу у тебя там и так далее. Вот такие вещи. Вот здесь вот как скраб делается из разных тоже трав. Вот из, это что у нас? Это, это сейдж, это как же называется сейдж? Ну, я сейчас не вспомню. Но это вот тоже одна из очень распространенных трав с тонким, очень ароматом для птицы подходит. Она, смотрите, киска лежит. Напитки разные и так далее. Вот такой очень полезный журнал. И тоже очень красивый и вдохновляющий. Посмотришь на эти фотографии, думаешь, вот здорово, точно вот в горшок вот так несколько трав посадить. И будет и красиво, и очень нужно. Правда же? Посмотрите, какая красота. Нужно и дома их на подоконнике. Некоторые дома будут расти. Ну, а на даче там уж понятное дело. Вот здесь написано, как выращивать эти все травки из, ну, из семян. То есть, чтобы не покупать их, потому что можно же купить просто уже подрощенное, а можно вот так из семечек вырастить. Ну, что я вам объясняю? Вы специалисты в этом деле. И последнее, вот это я меньше всего рассматривала, Best of Country Gardens. А, все, поняла. Я очень люблю сады такие неформальные. Вот то, что называется Country Garden или Cottage Garden иногда это называется. Это, это как бы вот такой очень, очень дачный, я бы сказала, стиль, когда они не особо, вот неформальные, вот они неформальные. Не особо, может быть, организованные, а вот такие более какие-то органические. Смотрите, здесь вот есть даже какие-то схемы, да, как вот бабушка любит у нас рисовать. Да, мама, как ты любишь прям. Смотри, тебе бы было вот это, приедешь, потом будешь смотреть. Я думаю, тебе бы это очень интересно было. Вот, посмотрите, как вот можно тоже сделать эту перголу, построить и украсить ее. Ну, в общем, очень много идей, очень много схем. И вот эти сады, которые именно для, и для вас, мне кажется, вот для дачников, и для меня, например, они как-то самые милые сердцу. Посмотрите, маленький домик и вот такой сад, который при первом взгляде даже выглядит просто как будто вот оно все растет само по себе. Ну, понятное дело, что нет, что все это с душой, с любовью посажено и ухаживается за всем этим. Ну, в общем, вот такая вот еще одна, не книжка, а еще один журнал. Ну, точно так же рассказывается о растениях и так далее. В общем, очень много всего интересного и полезного. Вот эти вот винтажные такие рисунки на пакетиках с цветами, с разными растениями, мне очень нравятся. Старинные, в старинном духе выполнены. Вот такие дела. Это что касается журналов. Вот, Country Gardens.